Добрый вечер, это радио Финам-ФМ, частота 99,6, и как обычно по четвергам в это время в эфире программа «Искусство возможного» в студии Роман Бубаян. 2014 год пройдет для российской внешней политики под знаком евразийской интеграции. К весне должны быть готовы документы о преобразовании Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана в Евразийский союз, то есть более глубокое интеграционное объединение. Предполагается, что оно заработает уже в полной мере с 1 января 2015 года. На что будет похож Евразийский союз? На СССР или на Объединенную Европу? Кто кроме России, Беларуси и Казахстана захочет присоединиться к новому союзу реально? И кого мы захотим принять, в ком мы заинтересованы? Будет ли у нас общая валюта и потребуется ли нам для этого нового образования, новая идеология? Вот об этом мы и будем говорить сегодня подробно с нашими гостями. Я сейчас их представлю, они уже находятся в нашей студии. Это Михаил Старшинов, депутат Государственной Думы России, член Центрального штаба ОНФ, Общероссийского народного фронта. Правильно все? Совершенно верно. Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер. И Алексей Власов, исполнительный директор политологического центра «Север-Юг». Все правильно, Алексей? Добрый вечер. Добрый вечер. В начале, значит, я хочу еще назвать телефоны, по которому любой может позвонить в нашу студию и задать любой вопрос мне или нашим гостям. 65 10 99 6, код города Москвы 495. А также хочу запустить еще и смс-голосование. Вопрос для смс-голосования сформулировал я следующим образом. Как вы считаете, нужно ли России участвовать в каком-то или организовывать какие-то новые союзы? Или же Россия должна не входить ни в какие союзы политические и продолжать развиваться просто сама по себе? Если вы считаете, что нам нужно организовывать и участвовать в каких-то новых союзах, то надо прислать букву А на короткий номер 5533. Если вы считаете, что нет, то, соответственно, букву Б на тот же самый короткий номер. Ну и в начале программы сразу попробуем определиться с настроениями наших гостей, что они думают вообще в принципе о Евразийском союзе. Ну давайте, Михаил, ну давайте с вас. Вас вообще радует такая перспектива? Вы положительно к этому относитесь или нет? На самом деле это соответствует реалиям сегодняшнего дня, тем более будущего. Вопросы интеграции достаточно важны, тем более вот на таком уровне. И думаю, что создание Евразийского союза в разном формате, в том, которым он предполагается в ближайшее время, или его расширение, безусловно, соответствует. Но с одной стороны духу времени и, повторюсь, реалиям сегодняшнего дня. С другой стороны, я не стал бы ставить так вопрос, что это выгодно, например, только России. И это, безусловно, взаимовыгодное сотрудничество всех независимых государств, которые будут участвовать в этом объединении, в таком процессе интеграции. То есть, в принципе, приветствуете? Конечно. Алексей, ваше мнение? Я думаю, это шанс для России на обновление. Все-таки, в большей степени нас, наверное, здесь в присутствующей студии интересует, что будет с Россией. При всем уважении к нашим партнерам и союзникам. Согласен. И от того, воспользоваться этим шансом или нет, мне кажется, и зависит то, какое место Россия будет занимать в будущем в более конкурентном мире. Угу. Получится ли это сделать? Получится ли это сделать? Ну, нормально, да. Хорошо, да. Не конкретный ответ, но тем не менее, да. Хорошо. А как вы считаете, вообще, в принципе, реально сегодня создать вот такой союз, о котором мы говорим? Вполне реально, потому что мы пока еще опираемся на остатки советской системы, в том числе и остатки хозяйственных связей. За 20 лет еще не до конца разрушены. Есть пространство русского языка, что облегчает развитие интеграционных процессов именно вот в этом секторе. Россия, Беларусь, Казахстан, Украина, Армения, Киргизия. Вот я бы так этой пятеркой пока очертел. Ну, а остальные советские республики, ну, не берем Прибалтику. Прибалтику не берем. Молдова, там немножко другая ситуация, чисто политическая, которая пока не позволяет. Они двинули в сторону Бухареста, да. Они двинули в сторону Бухареста, это понятно. Таджикистан, возможно, да. Остается изоляционистская система, это Узбекистан, Туркменистан. Они, в общем-то, не настроены интегрироваться, по крайней мере, сейчас ни с кем, или участвовать только в какой-то части интеграционных процессов. Баку. Азербайджан, это тоже страна, которая, по большому счету, все-таки больше ориентируется на Турцию и Каспийский регион. При этом, так сказать, исполняя многовекторный танец и не порывая ни с Брюссеном, ни с Вашингтоном, ни с Москвой. Это тоже особый случай. Грузия. После августа 2008 года идет только перезагрузка, нормализация отношений. Может быть, вопрос о интеграции будет включен в повестку дня, но не сейчас. Через какой-то промежуток времени, скажем, 3-4-5 лет. То есть, реально мы имеем следующее. Мы имеем Россию, Белоруссию, Казахстан. Это реально в графе дано. Однозначно. Гипотетически, ну, более чем реально, мы имеем Армению. И Кыргызстан. И Кыргызию. Да. Под вопросом даже Украина. Украина и все-таки, я думаю, Таджикистан. И Таджикистан под вопросом. Хорошо. А вот такое заявление. Смотрите, бывший советник президента США Збигнев Бзижинский не к ночи будет помянут. Значит, он говорит в одном из своих интервью следующее. Несмотря на то, что Владимир Путин много времени провел в Европе, а именно в Дрездене, тем не менее его мировоззрение, видимо, так и не поменялось. Он так и не стал европейцем. Евразийский Союз это антиисторично. Ни одна страна бывшего Советского Союза сегодня не хочет быть под властью Москвы. И тем более Владимира Путина. Даже Лукашенко, этот старый гнусный диктатор, хочет быть диктатором, но самостоятельным и у себя в Белоруссии. Реальной властью он не желает делиться. Янукович вроде бы симпатизирует Россию, но он хочет быть президентом Украины, а не губернатором в одной из провинций России. Назарбаев сегодня озабочен, как сделать так, чтобы власть в Казахстане была бы унаследована его детьми, а не Москвой. Реальность такова, что сегодня национальная идентичность и суверенитет выше, чем идеи каких бы то ни было союзов. Поэтому с исторической точки зрения путинская идея Евразийского Союза бесперспективна. И ее продавливание вызовет больше враждебных чувств, чем понимание. Это устаревшая концепция и попытка ее оживления вызывает только иронию. В ближайшем будущем Кремль это хорошо почувствует. Конец цитаты. Михаил, пожалуйста, ваше мнение. Ну, в общем, ничего нового или какого-то откровения мы не услышали. Это давнишняя позиция этого человека, который ее последовательно высказывал в разных формах. Когда-то более лояльно, либерально, когда-то более резко, как, например, сейчас. Ну, в общем, повторюсь, это его позиция. Не хочу тут говорить, что он там желаемый за действительное и так далее. Но это то, что он должен говорить, то, что соответствует его взглядам. Он всегда занимал последовательную линию в борьбе когда-то с Советским Союзом, потом с Российской Федерацией. И все это достаточно четко изложено в его достаточно известной книге «Шахматная доска», «Великая шахматная доска», по-моему, так это сказано. Где, кстати говоря, вот я хочу отметить, что то, что наш коллега-собеседник сказал до этого, действительно, вот там прямо сказано, что в сферу американских интересов в наибольшей степени попадают как раз Узбекистан, Азербайджан и Украина. И действительно, значит, именно в этих государствах наиболее остро стоит вопрос вот об этой интеграции. Кто-то совершенно согласен с этим. Например, тот же Узбекистан занимает абсолютно изоляционистскую и, откровенно говоря, там некоторые проходят масштабные достаточно акции, которые носят, ну так мягко говоря, недружественный характер по отношению к Российской Федерации. Азербайджан, да, занимает такую, так сказать, более взвешенную, тем не менее, так сказать, многовекторные вот эти центры притяжения его. Ну, про Украину говорить, я думаю, наверное, даже сейчас излишне, потому что это и так, в общем, на пике внимания. Вот, поэтому позиция Бжезинского, она понятна, она не меняется длительное время, но это, повторюсь, мнение не пророка, а всего лишь политического деятеля Соединенных Штатов, пусть и достаточно широко разрекламирована. Я думаю, что, кстати, вот хочу сказать, что со ссылками на ту же вот книгу, ну, многие вещи, которые он декларировал, там, по-моему, она вышла где-то 95-98 год, если не ошибаюсь, они, ну, в общем, не воплотились, не воплотились. Хотя, вот, какой-то план был намечен, и это был план, ну, наверное, можно прямо сказать, план администрации Соединенных Штатов Америки, президента Соединенных Штатов Америки. Это их интересы, надо признать и всегда это иметь в виду. Хорошо, нет, ну, вы посмотрите, это все понятно, я совершенно с вами согласен, да, это их позиция, у них эта позиция, у него, у этого конкретного политика эта позиция не меняется десятилетиями. Это не только их позиция, это их национальный интерес. Даже национальный интерес, хорошо, но он говорит о простых вещах. Он говорит о чем? Он говорит о том, что, в принципе, почему невозможны эти союзы, потому что руководители тех самых республик, которые мы хотим видеть, собственно, в этом союзе, они хотят быть самостоятельными руководителями в самостоятельных государствах, и они ни при каком раскладе не хотят снова оказаться под Москвой. Вот о чем он говорит. Тут ведь подмен тезиса происходит. Он подводит к мысли, что новая интеграционная парадигма — это путь в СССР. Но это никто не декларирует. А это не так? Точно? Точно не так. Ну, просто я внимательно слежу за тем, как идет процесс подготовки договора о Евразийском экономическом союзе. Делается все для того, чтобы учесть интересы Белоруссии и Казахстана, даже в том случае, если эти требования, эти интересы каким-то образом расходятся с здравым смыслом. Я имею в виду с дееспособностью наднациональных органов, которые будут стоять во главе Евразийского экономического союза. И в Москве постоянно прислушиваются к мнению Назарбаева и к словам Назарбаева о том, что это не политическое объединение. Мы не хотим сейчас создавать, допустим, Назарбаев говорит об этом прямо, Евгений парламент, например, Евразийский парламент. Хорошо, не хотите, давайте договариваться там, где мы можем способствовать совместной экономической модернизации. Потому что для возрождения СССР прежде всего нет идеологии, которая могла... Вот-вот-вот-вот-вот-вот, конечно. Советский Союз, это что? Это была в первую очередь идеология коммунистическая, которая связывала абсолютно все. Сементирующий элемент системы. У нас сейчас даже внутри России нет никакой идеологии, мы от этого мучаемся, страдаем, пытаемся что-то такое придумать. Но, тем не менее, записали это в Конституции. Записано в Конституции, что она нам не нужна, да, совершенно верно. И есть призывы пересмотреть эту позицию, да-да-да. Но, тем не менее, да, и вот мы говорим о Новом Союзе, но при этом нет никакой идеологии. Я же поэтому и говорю, а возможно ли создать что-то, если не будет вот этого чего-то связующего, допустим, той же самой идеологией? Роман, вы затронули очень важный вопрос. Давайте договоримся с вами о термине. Что такое идеология? Если мы говорим о коммунистической идеологии, как о неких принципах, на которых строятся общественные институты, которые являются общепризнанными, которые не подвергаются сомнению, как аксиома, этого невозможно. В современных условиях это, я думаю, задача, которая нерешаема в принципе. Если мы говорим под идеологией мотивы развития, общие смыслы, которые могут объединить Россию, Казахстан, общие цели, которые могут объединить не политические элиты, а общество. Давайте сформулируем хотя бы одну. Ну, например, идеология... Вот берем Россию, Белоруссию, Казахстан и одну какую-то общую цель. Идея большого проекта. Идея уйти от, как бы, придатка, сырьевого придатка тех стран, которые развиваются по нарастающей в Европе, Китае, Азиатско-Тихоокеанском регионе, за океаном. И идея стать более сильным и конкурентоспособным сообществом, сообществом независимых государств. Сильным с точки зрения экономики? Для начала так. Для начала так. Если мы говорим только про экономику, Алексей, тогда у нас есть таможенный союз. Мы членствуем все три республики в этом объединении. Таможенный союз — это вопрос, касающийся передвижения товаров. Хорошо. Евразийское экономическое пространство. Это вопрос, касающийся передвижения услуг, рабочей силы и товаров. А я говорю о том, что модернизация в сфере экономики, она неизбежно поведет собой изменения и в сфере борьбы с коррупцией, и в сфере стандартов качества жизни, и в сфере даже того, как мы воспринимаем друг друга. Как людей, которые никак не связаны какой-то общей идеей, или люди, которые работают на некую общую цель. Не говоря уже о Кыргызстане. А вы как думаете, кыргызм приятно ходить под брендом несостоявшейся государства? Думаю, нет. Думаю, нет. Поэтому вот мотивы, цели развития и точные контуры того, куда мы движемся, это и есть та идеология, на данном этапе подчеркиваю, которая могла бы действительно обвинять. Хорошо. Михаил, а как вы думаете, почему, когда мы начинаем говорить о том, что давайте создадим что-то, союз ли, объединение, еще что-то, тут же говорят, что начинают обвинять со всех сторон, просто начинают клевать и говорить о том, что мы опять хотим возродить Советский Союз. Почему? Ну, в первую очередь надо разобраться с тем, кто начинает клевать. Значит, начинают клевать те люди, которые заинтересованы впрямо противоположным. Понятное дело, что влияние на евразийском континенте является приоритетной мировой задачей. Не какой-то локальной, а приоритетной мировой геостратегической задачей, геополитической, как угодно можно это называть. Поэтому тот, кто будет владеть этим пространством, будь то одно государство, будь то союз государств, его можно по-разному называть, но тем не менее, если мы сейчас все-таки, я, кстати говоря, абсолютно согласен с Алексеем в части идеологии, сейчас очень много вот этих подмен, что сейчас вот идеология, давай, значит, мы от этого отказались, многопартийность. То есть, конечно, та идеология, о которой мы сейчас говорим, это совсем не там коммунистическая, там либеральная, это некий, если угодно, набор принципов, которыми мы готовы руководствоваться для того, чтобы... Но она такая имперская, все равно, господа, соглашать проект, это не имперский принцип. Это не имперский принцип, а что-то очень похоже. Я скажу, что и ничего, может, плохого в этом нет. Но, вот говоря о том, значит, продолжая ответ на этот вопрос, вот в этом основная проблема. И, конечно, борьба в этом направлении, соответственно, критика противника, максимальное, значит, создание препятствий для того, чтобы реализовали свои планы. Замечу, не Россия, а сразу несколько, ну, надо прямо сказать, одних из крупнейших государств там по территории и, наверное, природным ресурсам, конечно, Россия это номер один. Казахстан, огромная страна, прекрасный народ, Беларусь, наши братья. Уж если еще и Украина, значит, будет участвовать в этом процессе, я хочу сказать, что вот та теория, которую высказывал Бжезинский, и мы должны прямо говорить, что это, там, как угодно назови его, мыслитель, говорящая голова, но это человек, который высказывает то, что хочет делать американская элита, может быть, и не только американская, то видение будущего мироустройства, которое они себе представляют, которое они представляют для себя комфортным. Там все четко, вот, понимаете, все четко расписано. Все, где Япония, там, значит, Северная Корея, роль Китая, значит, европейская, это как то, там, Франция, Германия, Англия в сторону. Вот буквально по полочкам разложил всю эту концепцию. И вот сколько ни говоря о каких тут конспирологических вещах, вроде как это все тут, понимаешь, почти мировой заговор. А иногда работа это совпадает. Поэтому и должны четко понимать, какие цели, задачи перед собой люди ставят. И то, что происходит сейчас, все ровно происходит в интересах других государств. Я не хочу сказать, что они против России или за. Они за себя. А мы за себя. Все, мы сейчас прервемся, друзья, уходим на рекламу, вернемся в эту студию через несколько минут. Мы в эфире, да? Так интересно было, да? Даже продолжали обсуждать еще в перерыве, да? И они заметили, как снова вышли в эфир. Это Финам-ФМ, частота 99,6 в эфире Искусство Возможного. Мы говорим сегодня о Евразийском Союзе. Пытаемся понять, что это за новое территориальное или политическое объединение. Будет ли оно похоже на Советский Союз? Насколько реально, собственно, образовать такой союз? Телефон, по которому можно позвонить в нашу студию. 65 10 99 6. Код города Москвы 495. И у нас еще идет запущенное смс-голосование. Вопрос сформулировал я следующим образом. Если вы за то, чтобы Россия участвовала или выступила организатором образования подобных союзов, или, как сказал Алексей, больших проектов и возглавил это движение, то пришлите букву А на короткий номер 5533. Если вы считаете, что Россия не должна больше организовывать какие-либо объединения территориальные или еще какие-то, и продолжать развиваться самостоятельно, то пришлите, соответственно, букву Б на тот же самый короткий номер. У нас есть звонок нашего слушателя. Давайте послушаем, а потом дальше продолжим, друзья. Андрей, мы вас слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. У меня три небольших реплики. Давайте. К Жизинскому. У него же вышла книга позапрошлом году, последняя его. Собственно, где он очень сильно пересматривает свои позиции. И ведь в этой книге относительно России, Россия должна быть частью Запада обязательно в противовес Китаю. Поэтому, разумеется, никакие центры цивилизационные во главе с Россией быть не должны. Россия должна войти, значит, в Европу и быть фактически ресурсом и буфером между Китаем, ну, то есть играть на стороне, собственно, Запада против Китая. Это первое. То есть, понятное дело, у него позиция такая, что Россия не имеет права на самостоятельное создание центра силы, да? Да, понятно. Потом второе, насчет идеологии. Идеология заявлена. Консерватизм – традиционные ценности. Ислам плюс православие. В принципе, я не знаю, насколько это осуществимо, но с учетом того, какие страны предполагается привлекать, да, то есть восточное православие и умеренный ислам, скажем так, да, суфийского толка. Вот на этой вот, в этой как бы, в этом союзе будет найдено или будут пытаться искать идеологическую систему. Я понял, да. Из-за идеологии, конечно, невозможно объединяться. Ну и третье, и третье немаловажный факт – это ЕС, конечно. Кризис в еврозоне, если он будет продолжаться и, более того, развиваться и расширяться, и, например, который бьет, прежде всего, по периферии, да, вот, например, при Балтике, что там творится, какая там идет эмиграция очень серьезная. То что? Разумеется, это нам будет на руку, это нам будет помогать, конечно, для создания вот этого центра силы. Но он, естественно, это имперского, импероподобное образование. Вот, все-таки, все-таки, другого быть не может. Да, центр силы, вот я слушал… Ну, империи бывают разные. Империи бывают, все-таки, понимаете, бывают территориальные империи, бывают нетерриториальные империи, бывают… Ну, дело в том, что будущее за империями. А что такое… Ипонциональный государств проходит. Да, а что такое нетерриториальная империя? Ну, вот, например, американская империя нетерриториальная. Нетерриториальная. Угу, угу, я понял. Вот я слушал вас, да, и все время хотел, даже вот, еле останавливался, чтобы не перебить вас, когда вы говорили все время про центры силы. Вот слышали, Алексей, да? Центр силы, имперский проект, в любом случае, вы говорите, большой проект, он не имперский, но так не бывает? Ну, я могу сказать, что давайте определимся, что такое имперский проект. Центр силы, создание альтернативного центра силы, второго сегодня, или третьего, из Китая, мы считаем. А может ли быть имперский проект, в котором, скажем, будет не один центр силы, а таких центров сил будет несколько? Вот возможно ли создание такого проекта? Это вы у меня спрашиваете? Мне кажется, нет. Мне тоже кажется, нет. Тогда в таком случае идем по следующей ступеньке. В момент создания Вразийского экономического союза, возможно ли создание такой системы принятия решений, в которой было бы зафиксировано доминирование одной из сторон, обеспечивающей ту самую имперскость, о которой говорил наш слушатель? Потому что это если равные права и равные полномочия, в таком случае где здесь доминанта одной из сторон? Доминанта нет. А что есть? Ну, на мой взгляд, на мой взгляд, пока какая-то сплошная неопределенность. Я вам объясню. Вот смотрите, как я мыслю. Если мы говорим себе, что давайте, ребята, сделаем так, чтобы мы были мощнее, сильнее, чтобы в мире с нашей позиции считались, чтобы вас не считали по отдельности каждую вот эту вот страну, которую мы перечисляли, как вы их назвали, неуспешными государствами, не состоявшимися государствами, вот давайте мы снова объединимся и заставим с нами считаться. Вот это одна история. Но если мы говорим, что давайте мы объединимся, при этом все будете абсолютно в равных правах, вы не будете связаны никакой идеологией, и мы еще там попробуем каким-то образом поднять вашу экономику, потому что невозможно не поднимать экономику, если мы образовываем союз, правильно? Ну нельзя, чтобы кто-то жил лучше, а кто-то жил там совсем никак, да? Мы будем поднимать экономику, но при этом вот вы абсолютно свободны и ничего не теряете, ни в каких правах не ущемляетесь и так далее. Мне кажется, что это утопия. В таком случае прав получается Бзержинский, потому что интересы национальных элит настолько в целом ряде вопросов расходятся, что найти в рамках, как вы сказали, имперского проекта вот это общее консенсусное решение будет практически невозможно, потому что суверенитет в настоящий, в данный конкретный момент, политический суверенитет, не экономический, политический суверенитет, никто не готов отдать. Ни Янукович, ни Назарбаев, ни Александр Григорьевич. А потому, вот, скажем так, для того, чтобы строить здание, надо вначале заложить его в фундамент. Вот фундамент этого здания должен стать равноправный, большой проект, при котором права вот этих самых политических элит новых независимых государств, их пока трогать никто не будет. Что будет дальше, когда уже начнут возводиться? Посмотрим, да. Потому что если мы сразу будем начинать строительство с того, что будем возводить крышу, они не на чем держатся. Как вариант. Небоскребы, по-моему, в Японии, да, начинают строиться с последнего этажа. Ну, это как вариант. Михаил, вот смотрите, у нас ничего не получается нормального при строительстве государства союзного России и Белоруссии. Мы столько лет занимаемся этим процессом. У нас есть и парламент, у нас есть и органы власти, у нас вроде бы, ну вот, все есть, да? Но при этом нет государства, у нас есть только название. Вот мы сталкиваемся с этим только, когда идем на паспортный контроль, там, да? Не идем, точнее. Или не идем, да, устраиваемся на работу, да, уравненные абсолютно в правах, там, граждане России, граждане Белоруссии. Нет ни валюты вообще, непонятно, кто здесь главный, непонятно, в какую сторону мы идем. А мы говорим еще о более глобальном образовании, если мы даже здесь, собственно, вот, можно сказать, там, в пилотном варианте, у нас нет успеха. Ну, во-первых, все-таки говорить о том, насколько успешен проект союзного государства, надо, исходя из тех соображений, какие цели и задачи ставились при его создании. Я в чем-то с вами согласен, там, в чем-то эти ваши утверждения, я думаю, что требуют обсуждения. Но если мы четко понимали, вообще очень хорошо такие промежуточные финиши, вы знаете, они во всем хороши. Вот какое-то время прошло, ну, давайте мы, что мы хотели. Ну, давайте подведем черту. И посмотрим, что получилось, что нет, да? Именно так, да. Часто, часто очень, вы понимаете, дело в том, что на определенных позициях находятся живые люди со своими, там, достоинствами и недостатками, со своими слабостями и сильными сторонами. И очень часто вот какие-то субъективные вещи, они затягивают в такую пучину неопределенности очень большие вещи. Поэтому здесь, конечно, очень велика роль личности в истории, понимание того, ну, кто за это отвечает, публичность и открытость для того, чтобы мы знали и могли оценивать, на каком этапе находится столь важное, это, можно сказать, исторический процесс создания союзного государства. Откровенно говоря, я вот, сколько помню, я ни одной не слышал дискуссии, хотя бы по этому поводу, среди тех людей, которые отвечают, собственно говоря, за это направление, в том, так сказать, какие сложности, слабости, значит, какие шероховатости, что надо исправить, кроме того, что там какая-то это, значит, сметанная война или что там. Да, да, да. Ну, в общем, к сожалению, дальше это вот в публичное пространство вопросы интеграции не уходят. И, конечно, это требует, на мой взгляд, переосмысления и общество. Вот вы говорите о том, что элиты не заинтересованы. Самое важное, чтобы был заинтересован народ, чтобы был заинтересован население. Это население, безусловно, в конечном итоге оно вот будет иметь решающую роль. В случае открытости, в случае демократического общества, в случае того, когда возможно, необходима и будет осуществляться дискуссия по ключевым вопросам, значит, создания тех или иных вещей. Это очень важно. А для того, чтобы общество это знало, он должен знать не только, что вот там Анищенко сделал тот или иной шаг, понимаете, а почему это происходит, и самое главное, не столько это, а сколько те фундаментальные процессы, о которых вы, в том числе, вот сейчас не так давно сказали. То, что вот сказал радиослушатель, мне бы хотелось особенно остановиться на базовых консервативных ценностях, да, вообще, так сказать, такое образование. Кстати говоря, и многие другие силы в мире, они, я думаю, с удовольствием приветствовали в создании такого, знаете, эдакого консервативного интернационала, потому что те ценности традиционные, там, начиная с семейных и заканчивая теми, что прописаны, значит, в базовых документах, хотел сказать, значит, то, что декларируют ведущие религии, они все, в общем-то, так сказать, совершенно сочетаются друг с другом, но, единственное, что, конечно, вот так немножечко я, может быть, я ослышался, но вот, там, союз православия и ислама, все-таки мы говорим не об этом, мы говорим о том, что эти государства светские, во всех в них продекларировано это и записано в Конституции, этого менять ни в коем случае не надо, потому что, если мы пойдем, значит, более таком религиозном тренде, ой, это путь в тупик, понять, так мы будем жить, как в Афганистане, не дай бог, вот, но, значит, вопрос в том, что традиционные базовые ценности, они, кстати говоря, могут быть одним из, ну, таких фундаментальных камней вот этой самой идеологии, о которых мы много говорим, эти вещи, которые каждый из нас разделяет, независимо от того, состоит он, так сказать, в коммунистической партии или, там, в единой России, но если мы говорим о том, что базовые ценности это семья, значит, у ребенка должны быть папа и мама и так далее, и так далее, и так далее, это очень много, я сам и сейчас, что называется, в тренде вещи рассказал, вот, я думаю, что это могло бы многих объединить. Давайте послушаем еще слушателя, у нас еще звонок, Виталий, добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер, я хочу вопрос задать. Да, пожалуйста. Пессимизма, значит, как тот же Бжевизинский, по-моему, говорил, напомните, как развалили СССР, заставили включиться в мировую гонку геополитическую, там, Ближний Восток, все удачно, потом все стали сами просить денег, никто не давал, Россия давала, ну, СССР, извиняюсь, на тренажере. И чем потом в южной стране, с гордыми странами и муджахедами, в дружеский режим, потом переворот муджахеды, соответственно, имперациональную долгу верной вели войска, и закончилось тем, чем жуткий предполагал. Передыкнулся, когда нефть как раз до 10, по-моему, подешевела, значит, ничего не понимает, сейчас, когда Китая не было, сейчас, Китай обращались, все тоже, и Белоруссия, и Украина, он ничего не дал, чтобы обещал, нам обращаются, мы даем, не смотря на то, что Китая, по-моему, в 9 раз выше российского, но еще ниже американского. В общем, параллели, аналогии, интербитницы, выдержали. Понятно, все понятно, да, спасибо за звонок, не, вы видите, господа, какая бешеная популярность в Финам-ФМ, что человек даже на беговой дорожке, в тренировком зале слушает, и еще и вопрос умудряется задать. Да, но потянем или не потянем? Ну, это вопрос не только наличие или отсутствие денег, потому что, я понимаю, вопрос на веянной истории с Украиной, скорее, нежели самая недавняя история, а скорее вопрос, какова конечная цель того, что мы поддерживаем наших партнеров, наших соседей, и не только в плане кредитов, например, открытые границы для трудовых мигрантов из Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, по большому-то счету, это сохранение социальной стабильности в Центрально-Азиатском регионе, то есть не все можно взвесить дебет с кредитом. Тем не менее, Алексей, тем не менее, я же говорил, получается, что мы должны будем каким-то образом подтягивать эти экономики. И у нас сейчас там на очереди, да, Кыргызия, Таджикистан, может быть... Вот здесь я отвечу на это. Я понял. Понимаете, да? С Казахстаном и Белоруссией, почему у нас трое пока? Потому что у нас все-таки ситуация и стандарты качества жизни более-менее однородные, согласитесь. Соизмеримые, скажем так. Соизмеримые, может быть, где-то больше, где-то хуже, где-то... Но соизмеримые. Дальше вопрос. И расширение, я не являюсь сторонником, скажу сразу, быстрого форсированного расширения проекта, просто потому что экономики должны соответствовать. Пример Евросоюза показывает, можно взять Южную Европу и потом всю жизнь мучиться с этой Южной Европой. Но здесь есть еще два момента, которые мы не можем не учитывать. Вопрос безопасности. А это Кыргызстан и Таджикистан, безусловно. И это вопрос, допустим, с Арменией. Это вопрос, в том числе, политического желания элиты и армянского общества войти в состав интеграционного проекта. Мы можем сказать нет. Но, опять-таки, это та проблема, которую невозможно взвесить и измерить в формате затрат, которые все равно большие страны, стержни, как вы говорите, интеграции, в любом формате они платят какое-то время за эту интеграцию. И то, что России придется платить, вопрос, разумную цену, это да. Но это вопрос не снимает. Ну, вот смотрите, сейчас наш формат оплаты, ведь я хочу просто продолжить эту мысль, он даже не какое-то время, он всегда. А чем платят Соединенные Штаты Америки? Ну, а гарантия безопасности, которую обеспечивают Соединенные Штаты Америки своим союзникам, но это же, да, они не датируют в прямом смысле экономику Японии, да. Но если, например, сейчас японцы сами кого хочешь готовы датировать, но если, например, сейчас японцы возьмутся за форсированное перевооружение своей армии, это приведет к катастрофе не только экономической, но и политической в целом регионе Юго-Восточной Азии. Это я маленький пример хочу сказать, почему заинтересованы многие страны Европы, потому что, да, безопасность обеспечивается военным присутствием Соединенных Штатов Америки. И надо совершенно четко сказать, что Соединенные Штаты Америки, пускай косвенно, но колоссальные деньги тратят на поддержание, значит, возможности вот эту самую безопасность обеспечивать. Поэтому это происходит уже на протяжении многих десятилетий. То есть мы должны быть к этому готовы, должны сами себе честно сказать, что если мы идем в этом направлении, значит, в любом случае какие-то деньги мы тратить будем. Нет, мы их не то, что будем, мы их уже тратим. И надо прямо об этом сказать. Я абсолютно сказал, конечно, ну а это, значит, миграция, особенно трудовая, но это вообще, так сказать, не то, что руку протянули, а подставили плечо, понимаешь, конечно. Это без этого просто катастрофа произойдет во многих государствах, которые являются основными посылщиками мигрантов. Но я хочу сказать о другом, понимаешь, что мы сейчас даже прерваться. Да, у нас еще полминуты, да, потом можем продолжить. Вопрос в том, что это совершенно нормальная ситуация, совершенно нормальная ситуация. И здесь я не хочу ни в коем случае там ставить вопрос так, что кто платит деньги, тот заказывает музыку, но время, оно само собой расставит все на свои места, тем более, когда мы приоритетом в нашем нынешнем сотрудничестве ставим не идеологическую, а именно экономическую целесообразность, экономическую выгоду и экономическое взаимодействие. Время само расставит все на свои места, и мы будем понимать, так сказать, на каких условиях нам, не только нам, но и всем участникам этого процесса, выгодно взаимодействовать друг с другом. И мы с этим будем согласны и население, и политические элиты, я абсолютно в этом убежден. Мы сейчас прервемся, вернемся в эту студию через несколько минут. Еще раз добрый вечер, это радио Финам ФМ, частота 99,6, в эфире Искусство возможного в студии Роман Бабаян. Мы сегодня говорим о Евразийском Союзе, пытаемся понять, что это за новое объединение, что это за новый союз, будет ли это похоже на Советский Союз, или же это будет какое-то другое объединение. Мы говорим с нашими гостями, я сейчас их еще раз представлю. Это Михаил Старшинов, депутат Госдумы России, член Центрального штаба ОНФ, и Алексей Власов, исполнительный директор политологического центра «Север-Юг». Телефон, по которому вы можете позвонить в нашу студию, 651099,6, код города Москвы 495. И также у нас запущено СМС-голосование. Вопрос сформулировал я следующим образом. Если вы считаете, что Россия должна участвовать в организации и входить в какие-либо союзы, тогда пришлите букву А на короткий номер 5533. Если вы считаете, что Россия должна просто развиваться сама по себе, самостоятельно, не входя ни в какие союзы, и уж тем более их не организовывая, то букву Б на короткий номер 5533. Мы продолжаем. Вот смотрите. Деньги платить будем. И уже платим. А мигрантов на свою территорию пустили в огромных количествах, таким образом вытягивая, помогая экономикам этих государств. И при этом внутри страны имеем очень большой градус недовольства таким количеством мигрантов на нашей территории, социальную напряженность. И все равно идем в эту сторону. Ну, это же очевидно. Причину мы, в общем-то, назвали, потому что импульс, который дает интеграция, он позволяет, прежде всего, создать условия для внутренней модернизации самой России. Да что такое внутренняя модернизация? Алексей, вот люди, когда слышат, что мы будем платить миллиарды, как вот сейчас мы в Украине 15 миллиардов заплатили, народ на большую половину людей не поняла этого. Теперь нам говорят, что мы будем подтягивать еще какие-то государства, и туда пойдут наши миллиарды. И плюс эти государства, еще те самые ровно, которые наводнили нашу территорию таким огромным количеством мигрантов, уж 100% в наше внутреннее российское население будет не в восторге от этой перспективы. Какой российский продукт вы можете увидеть на полках магазинов в Западной Европе? Какой российский продукт на полках магазинов в Западной Европе? Или казахский продукт, или белорусский продукт. Слушайте, я вам скажу так. Вот я сейчас на новогодние каникулы ездил в Прагу, и там очень много магазинов, которые торгуют только российскими продуктами. Все, что угодно. На самом деле, это магазинчики, понятно, я тоже в Праге часто бываю, но вы понимаете, о чем я спрашиваю. Понимаю, да. Если серьезно, не знаю, не могу сказать. То же самое казахский, ни одного бренда практически. Ну, может быть, какие-то кисломолочные сейчас пошли. Что вы там часто бываете? Ездили бы куда-нибудь. Нечасто, очень редко, Михаил. Вот, и на самом деле, этот вопрос заключается в том, что конкурентоспособность определяется не тем, сколько у вас нефти и газа, а конкурентоспособность определяется тем, есть ли те продукты, которые вы способны предложить на этом мировом конкурентном рынке. То есть, создавая Евразийский Союз, мы наводним, я не знаю, вот эти вот полки европейских магазинов с нашими товарами. Что является импульсом для развития экономики в Европе, на самом деле, когда создавался Евросоюз? Одним из таких драйверов стал Airbus проект. Фирма, которая, на самом деле, стала символом экономической состоятельности Европейского Союза. Некоторые энергетические проекты. Некоторые энергетические проекты. Это не случайно, когда Путин и Назарбаев вот об этом говорили, прозвучала фраза Владимира Владимировича о том, что давайте все-таки договоримся о том, что этапным событием будет тогда, когда мы создадим, ну, не обязательно в авиационной отрасли, но мы создадим вот этого драйвера высокотехнологического. Некий консорциум. Некий консорциум. Российско-казахстанский, белорусский, украинский, кстати говоря. Почему нет? Который будет показателем того, что эта модернизация, которую уже набила Оскомину, это не фигура речи, а нечто реальное, а это рабочие места. Это технологическое развитие не только этой отрасли, но и экономики в целом. И дальше, дальше цепочка, которая... Согласен, согласен. Вопрос, вопрос. А можем ли мы создать вот этот самый драйвер, создать вот этого драйвера с помощью только Казахстана и Белоруссии? Без, допустим, Киргизии, Таджикистана, без Украины? Ну, я бы сказал так, включение Украины в эту четверку, да, безусловно, облегчило бы условия для реализации этого проекта. Вот я не могу этого понять. Почему? Ну, достаточно съездить в Харьков и посмотреть на мощный университетский центр, который там существует. То есть, вот, просто только тот потенциал, который сохранился, да, на Украине? Интеграция — это мозги, интеграция — это сохранившаяся технологическая база, интеграция — это украинский рынок, за которого в Европе будут драться до последнего. Просто потому что по численности населения, как вы понимаете, и по... Ну, 50 миллионов, там чуть меньше 50 миллионов, но даже без Украины, без Украины, рынок все равно получается огромный. Но, на самом деле, его все равно нужно наращивать, потому что Киргизстан, по численности населения Киргизстана, не Армения, не сопоставима с Украиной. Давайте вернемся к тому же Бжезинскому, значит, у него была другая теория, то, что создавали, это Польша, Германия, Франция и, значит, почти 200 миллионов человек. Вот, я так просто как противовес даже на евразийском пространстве. Поэтому, конечно, Украина важна, Украина необходима. Не будем говорить, что без нее ничего невозможно, но это очень существенно. А вот, вы знаете, вообще дискуссия о том, что чем надо заняться, давайте разберемся тут у себя, а уж потом, или все-таки мы с амбициями и на что другое, она вот, ну, точно, совершенно помню, она вот во времена Столыпина, она очень здорово звучала, и были две разных точки зрения, потому что все-таки с чего начать, давай вот надо нам это все, да, или как-нибудь тут вот давай дороги построим, вот. Ну, это такой вопрос, на мой взгляд, более философский. И все время отвечаем одинаково, вы замечаете? А вот, а я вам хочу сказать, вы знаете, вот это очень-очень хорошо ощущается вот в ментальности, ну, наверное, я хотел сейчас сказать российских граждан, но, пожалуй, это можно в полной мере адресовать и граждан Украины, Казахстана, Белоруссии. Вот такое внутреннее ощущение, оно с молокоматери, вы понимаете, у человека создаётся, что он, мы вообще вам тут не просто так, мы вообще-то вот оттуда. Сто процентов. У меня даже есть иллюстрация, сейчас расскажу. За это, вы знаете, ну, сейчас мы живём в таком довольно циничном мире, когда многие, значит, идеологические или какие-то патриотические скрепы, они разрушены, и я надеюсь, что мы их восстановим, но вот за это ощущение, если хотите так, циничным языком, за неё надо платить, и за ту империю, я совершенно не боюсь этого слова, которая была создана на протяжении веков нашими предками, за которые платили там самую разную цену. Как правило, платили за это кровью и жизнями, значит, воинов, которые отстаивали интересы Российской империи, как бы он ни называлось, и вот со всеми теми участниками, которые исторически в ней были. Когда-то это были губернии, когда-то это были там ханство, княжество, потом это были Советские республики, но вот если и дальше мы понимаем, что вот нам хотелось бы иметь внутреннее вот такое ментальное ощущение, что мы вам тут не просто так, если я так вот совсем выражаюсь, да, то тогда мы должны идти в этом направлении, и, безусловно, выбор здесь очевиден. Если мы согласны, так сказать, на третьей, четвертой, пятой позиции, люди живут, но для этого надо поменять ментальность основательно. А вот не получается, вот в этом наша проблема. И слава богу, и хорошо, что не получается, да, получается, что казахи в чем-то даже амбициознее нас, потому что Назарбаев каждый 10 лет ставит новую задачу, 50 конкурентоспособных государств, 30 конкурентоспособных государств. Мы, кстати, об этом говорили, вот как союз с Белоруссией, ну ставьте задачи, давайте будем выполнять. А задачи-то вот с Белоруссией... Они должны быть публичные, сказать, вот у нас задача такая, вот какая она. А если она не какая-то, хочу спросить, чиновник... А чего-то, совершенно верно. Ну вот в этом-то все, собственно говоря. Мы работаем, а критерия работы, как никто не знает. Согласен, у нас звонок, слушаем, слушаем Егора. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, я хотел высказаться по поводу, скажем так, адекватности, извешенности формулировок по поводу Украины и вот этих 15 миллиардов. Я хочу напомнить, что 15 миллиардов, насколько я знаю, были даны не просто вот Украине, как государству, а были вложены, причем частями, будут складываться в облигации, верно? Да, верно. Да, но при этом, при этом, при этом, Егор, Егор, но при этом мы могли бы эти самые 15 миллиардов вложить не в украинские супер ликвидные бумаги, а во что-то другое. Поэтому, в принципе, да, мы говорим, что мы эти деньги отдали Украине, в украинской экономике. Да, но это не совсем верная формулировка, поскольку, вернее, не это, а то, что российское общество считает, что мы просто взяли и отдали деньги. А в реале Россия сможет даже заработать на этих, учитывая доходность облигаций, сможет даже заработать на этих деньгах. При этом в народ вбрасывается постоянная информация о том, что мы дали денег Украине, много денег. При этом мы держим весь наш почти фонд национального благосостояния где-то за рубежом, да? Так что, что лучше, продолжать накачивать российское общество вот этой нелюбовью к Украине или все же говорить более честно? Вопрос понятен. Даем деньги, даем деньги на это. Все понятно, да. Егор, во-первых, мне кажется, что мы особо не рассчитываем заработать на этих бумагах украинских, потому что стоят они немного. Это раз. Что касается средств, которые в резервном фонде находятся в ценных бумагах американских, они не супер доходные, но они, по крайней мере, супер надежные. Это два. В-третьих, я не согласен с вами с тем, что мы в России имеем ситуацию, когда народ накачивают антиукраинскими настроениями. Мне кажется, как раз с ровной точностью да наоборот. Иногда даже и не понимаешь, как такое может быть, когда на площади независимости в Киеве кричат какие-то оскорбительные лозунги, выкрикивают в адрес России, а Россия при этом продолжает достаточно деликатно и дружелюбно разговаривать с Киевом и делать ему одно заманчивое экономическое предложение за другим, обещая и скидки на газ, и преференции, и то, и другое, и двадцатое, и тридцатое. У нас еще один звонок. Вадим, добрый вечер. Слушаем вас. Добрый вечер, Вадим, политаналитик Самара. Да, да. Во-первых, я хотел бы дать небольшой комментарий по поводу кредита в Украине. Дело в том, что... За дело, за живое. Вадим, дадите обязательно комментарий. Вот ответьте, пожалуйста, на мой вопрос. Вы за создание Евразийского союза на сегодняшний день с участием России, Казахстана, Белоруссии и потенциально Армении, Киргизии и Таджикистана? Если по УУ, то за. Если с точки зрения просто пиар-акции в качестве сотрудничества и в качестве политической поддержки со стороны соседей, то надо очень серьезно подумать. Потому что в конечном итоге вопрос в эффективности вложений, а эта эффективность, исходя из некоторых решений наших высших руководителей, возникают большие вопросы. Это ответ на ваш вопрос. Все понятно. Теперь по Украине, да. Увеличивают соответствующим образом платежи. Начинают мелочи. Кончая очень серьезных вещей, касается тоже какая-то тому подобное. И при этом 15 миллиардов раз и Киева. Мы даем, так сказать, вот так широким жестом людям, которые, скажем так, под большим вопросом ставят возвратность этих средств. Это, так сказать, комментарии. И еще я хотел бы такую вещь сказать. Вот у нас сейчас наблюдается в мире съеживающийся спрос на те или иные соцпозиции. Как правило, в этих случаях наиболее, так сказать, количество заказов получают лидеры тех или иных направлений. Так вот сейчас, на мой взгляд, эти лидеры могут быть взращены нашими отечественными руководителями из малого бизнеса. С учетом мобильности малого бизнеса и с учетом доступа к той коммерческой информации, которую можно оперативно использовать. Где это? Наши тратят бешеные деньги на всякие форумы, на всякое болтовню, но где практическое подтверждение? Это вопрос к вашим гостям. Спасибо. Я все понял, да. Ну вот смотрите, вы сами говорите, да, нужно было бы вот здесь там не повышать налоги, там, потратить деньги внутри страны, а мы при этом, значит, 15 миллиардов отдаем Украине. А это ровно к тому, о чем говорил Михаил. Это наша ментальность. Мы все время решаем то ли дороги внутри, да, то ли же идти там и создавать какие-то большие проекты. Дороги внутри все равно не получается строить. Может, сколько? 300 лет пробуют. Поэтому создаем большие проекты и союзы. И даже вот слушатель непосредственно сам, да, сам же человек сейчас задает вопрос, зачем 15 миллиардов туду-туду, а когда я вначале спросил вы за или нет, он, в принципе, в общем-то, и не против, да? Вот интересная история. А еще был звонок у нас, да, слушаем нашего слушателя. Быстренько, у нас совсем мало времени. Слушаем внимательно вас. Добрый вечер. Здравствуйте, я в эфире. Да-да-да, вы в эфире, да, очень коротко, если можно. У нас всего три минуты осталось. Да, у меня такой вопрос. Вот при всех положительных, как бы, на самом деле, событиях, вот, все-таки поддержка Украины, это действительно правильная вещь, по моему мнению, а почему нету российского присутствия на уровне народа, то есть, да, как бы, те регионы, которые традиционно за Россию, они не чувствуют присутствия российского. Вот, например, в Венгрии выдают массовое количество гражданства закарпатским украинцам, которые там когда-то были, входили, да, эти территории в Австро-Венгерскую империю. Почему у нас происходит такая вещь, когда украинцам делают эти вот 90 дней, да, если высаживают с поездов людей, которые... Все понятно, да, все понятно. Я вам больше скажу, да, у нас есть еще огромное число людей, там, в районе 25 миллионов вообще в бывших республиках Союза, и каждый раз люди, приезжая на территорию России, сталкиваются именно с этой проблемой, с проблемой документального, легального оформления на территорию России. Алексей, очень коротко... Ответ простой. Сейчас задача данного этапа интеграции опустить саму интеграцию с уровня крупных корпораций и политических элит на уровень малого и среднего бизнеса, как говорил предыдущий звонок, и на уровень наших, так сказать, гражданских обществ, о чем говорил, собственно, сделать жизнь в Евразийском Союзе удобной и комфортной для простого человека, а не для корпораций или для крупных компаний. Да. Михаил, буквально реплики в качестве итога. Мы должны только понимать, что чего бы мы не хотели добиться, всему есть свои цены, всему есть размер труда, который мы должны все вместе положить для достижения определенной цели. Поэтому интеграция, в том числе на евразийском, на постсоветском, если хотите, пространстве, это одна из тех задач, которые мы должны добиваться, но за это надо платить трудом, деньгами, политическими решениями. Все понятно, да. Но я хочу сказать, что действительно, тут дело в первую очередь, все-таки, мне кажется, в нашей ментальности, но ничего мы с этим поделать не можем. Вы знаете, когда вот я на экскурсию из Праги приехал в Дрезден, там на стене музея, национальной галереи Дрездена написано, проверено, мин нет. Эту надпись сделали наши солдаты. И вы знаете, с каким восторгом фотографировалась туристическая группа из Казахстана, да? То есть они считают эту надпись нашей надписью, надписью наших солдат. Именно поэтому вот наша ментальность, она имперская, и именно поэтому, наверное, мы все-таки все время пытаемся организовать какие-то союзы. Не знаю, главное, чтобы была цель, нужно понять, в каком направлении идти, и как всех нас все-таки объединить в какой-то идеологии, не идеологии, общей целью или же каким-то пилотным проектом. Нужно сформулировать все это более четко. Спасибо еще раз всем, встречаемся здесь, в этой студии, ровно через неделю.